В пятницу в Королеве прошло выездное заседание общественной палаты Московской области с представителями администрации и правоохранительных органов города, где решали, что же делать с руинами. Робности в сюжете Антона Николаева. Очередное разрушение памятника культурного наследия в Королеве вынудило общественную палату Московской области поставить вопрос с ребром. Мне странно сейчас и слышать, и видеть, что представители правоохранительных органов никого здесь нет. Если мы должны рассмотреть, почему это произошло и кто посмел это сделать, то здесь обязаны быть правоохранительными органами. После такого начала руководитель администрации, конечно же, вынужден был отреагировать. А произошло все 7 марта. Эти кадры сняли сами жители космической столицы России, Королева. На глазах у всего города бульдозеры сносят памятник труптивизма, так называемый дом-стройбюро, построенный в конце 20-х годов известным архитектором Аркадием Лангманом, одним из авторов стадиона «Динамо» в Москве. Мотивы и причины дальнейшего развития событий и переживаний. Гамлет – это прежде всего история потерь. О потере очень сложно выразить словами, а значит, большую часть Гамлета можно рассказать не словами. Время работы над этим было замечательным. О партитуре думали долго. Это теперь Деклан Доннеллан говорит, что связь между Гамлетом и Шостаковичем существовала для него всегда, ведь оба жили в эпоху подавленного и скрывого. Но изначально была идея специально заказать музыку. Хорошие композиторы расписаны на очень много лет вперед. Поэтому, к сожалению, мы получили отказ. И сейчас мы понимаем, что к счастью мы получили отказ, потому что когда мы нашли пятую и пятнадцатую симфонию Шостаковича и поняли, что это вот наш первый и второй акт, до нас была написана музыка гениальная, которая удивительно волшебным образом точно соответствует нашему этой либрету. Главный акцент в этой истории на теме потери. Восемь смертей за два часа. Артистам балета надо не просто станцевать, а пережить. Очень важно было бы для нас сегодня сделать спектакль, в котором присутствовала настоящая живая эмоция. Мы получили замечательный балет «Гамлет», который можно назвать неповторимой, несравнимой ни с чем хореодрамой. Искушенный русский зритель «Гамлета», танцующего на сцене, видит все же впервые. Да, этот принц датский не говорит, но его движения и эмоции однозначно получились говорящими. О «Гамлете» в «Большом» мы поговорим с балетным критиком Лейлой Гучмазовой. Здравствуйте, Лейлой. Историком балета Виолетой Маниэдси. Добрый вечер, Виолетта. Это трагедия, драма? Как это поставлено? Ну, как это поставлено? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...